Александра Валерьевна Первонесова и заметки об ударении существительных мужского рода в русских говорах. Пожалуйста, Александра Валерьевна. Микрофон, пожалуйста, включайте. Да, спасибо, подождите. Я объявила довольно широкую тему, а сосредоточиться решила на заметках только об ударении локатива единственного числа существительных мужского и немножко повезут речь в среднем роде в южно- и западно-русских говорах. И вопрос хотел остановиться специально на вопросе о рецессивном окончании у местного посержа в этих говорах. Ну вот я хочу обратить внимание, что я и рецессивное окончание взяла в скобки, ему дала кириллицы для того, чтобы показать, что речь пойдет об инновации определенной. Но инновация достаточно старая, она фиксируется в среднерусском, по крайней мере. А современные говры уже существует некоторый вопрос о том, можно ли связать данные, так сказать, 400-летней давности с тем, что мы наблюдаем современных говров. Во всяком случае они представляют, конечно, собой нечто, некую иную совершенно систему и показателей, и, соответственно, ударения в этой форме. Ну, прежде всего нужно сказать, что применительно к этим говрам западным и южно-русским локатив должен пониматься в узком и широком смысле. В узком смысле локативом, а дальше я называю местным посержом, надо считать в этих говрах форму, выступающую при предлогах наибы. Их окончание восходит в этих говрах по славянским окончаниям локатив сингулярис, о, ё и ё склонения, а в широком смысле это группа птежей, выступающих в этих говрах помимо на и в при предлогах при, об и по. При этих трёх предлогах в некоторых славянских языках и говрах, в том числе о которых произойдёт речь, распространились кроме локативных форм, формы датива и генетива. Отчасти вот эта история рассмотрена в книге Топорова локатив в славянских языках, но данные по южно-русским западным русским говрамм там очень, так сказать, вскользь только рассмотрим. Действительно, поддержная система в этих говрах представлена в очень сильно перестроенном виде. Вот здесь в таблице показаны фрагменты этой системы окончания родительных, дательного и локативных птежей, единственное множество числа существительных мужского рода на примере тех окончаний, которые зафиксированы в говаре Саларагаватэ Старостольского района Торгородской области. В данном случае рогаватый хоть и восточно-русский говар, однако система склонения в нём западно-русского типа, при том, что система ударения восточно-русскому. И вот можно видеть, что здесь в этой таблице, что пользуясь тем подходом, который применён Андреем Анатольевичем Зелезняком в его книге «Русское именное словоизменение», к определению падежей с опорой на так называемые критерии Калмогорова-Успенского, приходится выделять вот столько падежей, а то и даже больше, если учесть сюда окончание женского склонения, движется в аскронии. Из этих падежей морфологически самостоятельными являются родительные, местные и давительные. Они у меня были выделены в исходном варианте. Остальные падежи представляют собой нечто промежуточное между этими основными падежами, поскольку можно видеть, что у них нет собственных только им присущих показателей, а есть некоторое смешение показателей. Ну и можно увидеть, что из этой таблицы, что здесь показатели осклонения в этих падежах отчётливо видны, твёрдые и мягкие разновидности старого, о её склонении. А при этом во всех этих падежах поверх них как бы наслоилось окончание У, в каких-то случаях У, который можно считать плюсовым, и У, который можно считать минусом в этих компрах. Ну, в скобке в этой таблице взяты окончания, которые очень редко встречаются. И вот тем самым алломорфы местного и предложенного падежей гидностного числа. Здесь различаются алломорфы Э, в говрах, где яйца и противопоставленные соответствующие рефлексы яйца, наблюдается там обычно тефтонг. А в мягкой разновидности ему соответствует алломорф И. А вот эта вот плюсовая и минусовая У, которая здесь появляется, вот эта вот, так сказать, применительная, У ударная особого удивления не вызывает. Это, так сказать, У, происходящая из лкати в сингуляризском склонении, плюсовый доминантный характер, который показан очень давно, и, так сказать, он не менялся в работах Владимира Антоновича 1981 года, 2000, и в более поздних работах, в том числе Николаева, 2012 года. И этот алломорф, как известно, в русском У, да, это, так сказать, у плюсово, присоединяется преимущественно к односложным основам всех прославянских акцентных парадигумов, вследствие чего ряд основ прославянской акцентной парадигумы А перешли в русском акцентной цепцией, типа Крайхи и другие слова. Как показывает акцентологический словарь Залезняка 19-го года, над парадигматический характер У набрал силу в последние 3-4 века, то есть в тех памятниках, которые включены в этот словарь, еще старое ударение довольно хорошо сохраняется. В наши дни это вот тенденция к присоединению ударного, так сказать, над парадигматическому, переводящего слово Алексееву в акцентный тип С, не отлабло. И ряд односложных основ мужского рода с основным ударением, основным заимствованием, повсеместным в образ способны присоединять это ум, ударное, типа на Тарфу, в Ти-Фу и другие. Вот. А источник, или источники диалектного минусового ум с минусом маркировкой, в случаях, типа на поезду, об дому, при сыну, значит, они уже не так хорошо ясны. И самое привлекательное, да, минусовый характер этого отончания устанавливается, конечно, для синхронного состояния на основании отношений в современных горах, а в горах с двумя О, в формах типа АДОМУ, АДОМУ выступает обычно открытая. Значит, одна из возможностей интерпретации минусового У, которая кажется привлекательной, это та, что современное диалектное окончание продолжает минусовое отличие локатива У, отличенное Андреем Анатольевичем Залезняком в некоторых западно-русских ацентрированных памятиках, в том числе в одном примере в Чудовском Новом Завете. По данным Залезняка, минусовая У встречается у и у основ, мягкие основы не рассматривают, при всех пяти названных высших локативных предлогах. В XVI-XVII веке внутренний высокий статус форма локатива с окончанием У в этих памятниках не вызывает сомнение, поскольку имеется регулярный перенос ударения на предлог в случаях начального ударения типа в пиру и перенос на предлог типа омеру, а также примеры типа на берегу, где переноса на предлог нет. Тоже фиксируется достаточно. Но вот, однако, связывать непосредственно современные системы с западно-русскими системами XVI-XVII века не получается, потому что, во-первых, перенос на создание современными системами утрачен, во-вторых, основная сфера минусового У в современных поварах все-таки мягкая разновидность, именно в тех, о которых речь в южных и западных, это мягкая разновидность склонения, а в твердой разновидности склонения минусового У в современных поварах крайне редко встречается в местном падеже, но зато является наиболее частотным маломорфом предложенного падежа. А по падежам, то есть при предлоге по минусовое У, скорее всего, следует связывать современный повар с влиянием дательного падежа. Ну и есть некоторые другие обстоятельства, о которых я скажу в заключении. Вот на этой карте Дарья показано распространение дательного на АХ на территории русского языка. Это известная карта Атласа, технологического Атласа русского языка. Здесь показано не вся территория распространения русского языка, а только центральная часть. И вот здесь можно видеть, что зеленым цветом изображено распространение форм предлогов по типу по лесах с окончанием АХ, такой же, как дальше на запад, можно сказать, до самой территории распространения немецкого языка. Вот восточная граница, это изумленные огромные вариалы такого исконных флексий локатива при предлоге по. Значит, восточная граница проходит вот здесь. На прочей русской территории мы видим распространение АМ, дательного падежа. Вот карта, которая показывает распространение разных окончаний в мягкой разновидности склонения. Значит, светло-розовый, это большая часть территории, это окончание Э, как в литературном языке, типа на конце. На конце, на пни, это темно-розовый, такой интенсивно-розовый. Однако вот этому, северной части этой зоны верить не надо, потому что это зона рефлекса, конечного рефлекса ядя в виде И. Такая территория, по-видимому, это вот тоже. А вот это вот, юго-западная, это как раз территория, где старое окончание мягкой разновидности и у этих основ сохраняется. Вот, и наконец, черная штриховка, это вот инновационное окончание У, в мягком склонении, типа на концу. Значит, эта территория полностью вписывается в ареал, который указан в книге Залезняка, для вот этих вот систем, но немножко более широкий на восток. Вот. И, значит, вот еще карта для твердой разновидности склонения. это, значит, в лес, на примере слова лес, в лесе и в лесу. Зеленым обозначено в лес, в лесу. Видно, что это повсеместно на русской территории. В лесе это черные штриховки, а есть еще и в лесу. Но мы этого здесь не видим. в лесу имеется три ровно населенных пункта с такими системами, где сохраняются в лесу. Они все вокруг озера Ильми расположены. Опять же, укладываются, так сказать, в карту Залезняка на 3-4 века старше этой. Ну и дальше, если рассмотреть, не буду здесь показывать остальные карты, если рассмотреть, как в отдельных концепциях локативных, когда и в каком количестве появляется минус ВУ, и как оно соотносится с другими показателями локативных, то вот видно следующее, что это, например, опять же Роговатова, что здесь окончание Э, естественно, в твердой разновидности является самым распространенным. У ударное тоже достаточно распространенное, плюсовое. Примерно в два раза реже встречается в парадигме С в твердой разновидности. И также в парадигме Б, что является, так сказать, неким повышенным повышенной встречаемостью диалекта. явлениями, сейчас не буду разбирать эти примеры, а вот формы типа на берегу, на поезду встречаются просто в единичных, самых единичных, что-либо, случаях, а именно шесть примеров слов парадигма А с таким вот безударным окончанием, и один пример с словом по оценке парадигма С. Б. Вот они здесь показаны, довольно большой материал по парадигме А в этом коваре, и вот эти шесть слов здесь указаны, видно, что вообще неисконные, лексика и все имеют некоторую мифологическую особенность, что не одна сложная основа, простых основ нет. вот здесь огромное количество примеров Б, которые не будут комментироваться, это единственная форма на поезд, которая зафиксирована в данном контексте слов в акценте парадигмы С. Значит, совершенно иначе себя ведет концепт при приблогах при и у. лексика. Здесь очень последовательно представлена флексия У, по-видимому, имеющая минусовый статус, который ясно выступает, так сказать, у слов акцентный парадигма С. Тут, к сожалению, не очень много этих слов. В роговодове вообще это довольно редкий контекст, материалы довольно большого количества текст взят этот материал, потом не очень часто встречается. Ну, вот видно, что, так сказать, у слов всех акцентов парадигм У представлены. Причем, учитывая надпроэкзематический характер акцендарного плюсов окончания У, можно считать, что в парадигме А, так сказать, тоже отражается скорее минусовый паламорф, поскольку не происходит перевода в С. Ну, и тут же видно одновременно в этом материале, что очень сильно зависит присоединение У, вот это показатель безударного У, как бы поступающего как особый показатель приложенного падежа в данном случае, и с другой стороны его зависимость от семантики вообще конструкции спри и об, значит, в присутствии кого-либо, наличии кого-либо или чего-либо, в определенный период времени, там, типа, при брату, при деду, в присутствии брата, деда, там, при колхозу. Здесь выступает эта самая безударная У. Однако при значении, так сказать, принадлежности в широком смысле библиотека при клубе, он при хорошем месте, они при деле, выступают, вроде бы, показатели характерные для локатива. Опять же, об, предлог, вводящий тему, имеют показатель У, безударная, тогда как, об, в значении, опять же, принадлежности, в конструкции со значением принадлежности, ну, такой, качественно определенный, что ли, принадлежности, типа, змея о трех головах, вот здесь есть примеры об одном окну и релевантные для развлечения двух У, примера, в одном глазу, вот показывает, вроде бы, поскорее употребление местного потяжа. Но, так сказать, все-таки различается очень сильно. Да, то же самое, вот мы видим на примере данных из Салаоборь на Калужской области, это по книге Промблей Булатова. Вот, такое же, точно, распределение, и есть довольно большое количество слов прадигма С, которые показывают именно свой характер этого У. Вот, и таблицы, не будут долго, они останавливаются, где собраны разные данные из разных диалектов, того же региона, это Говр Мехачий Калужской области, Малинино Донской Говр, между прочим, на верхнем Дону, куда эти заглосы заходят, эти морфологические заглосы. И Ладва это Карелия, то есть, тоже западная северная часть западной территории. И вот ряд примеров из теоретологического адреса русского языка, где тоже из того же региона, то есть, юг и запад. Ну, вот, можно было бы считать, что там как-то разделять контексты с предлогами при и ов с разной семантикой, и считать, что в одних случаях происходит управление местным падежом, других считать, что значит, присоединяется этот специфический показатель безударные, если бы они все эти контексты не объединялись показателями множественного числа, которые также варьируют, значит, тут можно видеть немножко примеров, где показано, который показывает, что показатель локатива в этих контекстах с предлогами при и лоб, показатель локатива конкурирует с показателем генетива, значит, почему генетив прониклась в конструкцию, это, так сказать, отдельный, должен быть сюжет, никогда не ругался при девок, там, понелок, трех зеленок, и так далее, к сожалению, тоже немножко однообразный материал, поскольку он не так во многом. Вот, ну и местные и предложенные падежи фамилий и географических названий, опять же, по роговатовским материалам, это, значит, формы от типа Люлина, Губкин, и так далее, Брежнев, и прочее, которые представляют собой предсажательные. Прилагальные, так сказать, исконно, вот все эти слова и в контекстах с предлогом у, весь этот круг лексики, и в слова с предлогом у, и в словах с предлогом при, ведут себя абсолютно одинаково, присоединяют окончание вот этого у безударного. Вот, ну и по падеж, то есть словоформа при предлоге по, какие они имеют показатели. Те, которые мы фиксируем, я, так сказать, пропускаю этот материал, который у меня есть по другим говорам, опять же, показываю гаватовский материал, которого довольно много, но он абсолютно идентичен и в Нехачах в Калужских, и в Хитлавичах Смоленских, и в Малинине Липецком, и идентичен в ряде других говоров с совершенно другими акцентными системами. Но, надо сказать, что, да, специфика в данном случае в том, что в этих говрах при предлоге по хорошо сохраняются достаточно словоформы местного подержания, сохраняются, собственно, местные подержания, что видно, извиняюсь, я прошу прощения, наверное, это никому не видно, к сожалению, потому что это находится в нижней, ой, в нижней части таблицы имеется ввиду словоформы с конечной удалением, это по дуду, по гробу, по пуду, и так далее, это слова, которые ведут в этом говре себя, как слова акцентные парадигмы С, и в данном случае имеют такое вот ударение на окончание. очень часто удаление на окончание у них варьирует с удалением либо на предлоге по, либо на корни, типа по полу, по полу, и по полу встречаются все три возможности. Ну, не знаю, видно тут или нет, но они распределены примерно, количественные примеры поровно, например, случаев типа по полу, по полу, в таких говрах встречаются, иногда встречаются по полу, немножко реже, и надо сказать, что это из-за окно очень широкая, она охватывает не только вот говры этого типа южные и западные русские, которые имеют системы акцентные без особых рефлексов акцентные парадигмы Д, где, значит, все слова соответствующие перешли в тип С, но и такие говры, которые по-видимому имеют такие же говры, во всяком случае, вот особый этот по имеют говры, которые и разделяют особый рефлекс, имеют особый рефлекс акцентные парадигмы Д, то есть, какие-нибудь ювитовские или полоцкие. Вот, значит, к сожалению, вот в нашем материале западный русский коврах не встречается флексии Э при предлоге с формы типа влезья, классического местного пиццежа у основ. Но такие формы иногда попадаются в литературе, в современных диалектных данных их нет, хотя говры очень разные, есть материалы по очень разному. Они имеют в литературе, там упоминаются Расторгуева в смоленских говрах, дважды формы типа блестя, они встречаются в украинском языке, в диалектах, правда, украинский литературный контекст абсолютно идентичен тому, что вот, не абсолютно идентичен, конечно, с южно-русским, потому что встречается только британированная форма в украинском. Вот, ну и здесь слово двор по виду имеет такое тоже западное достаточно удаление байтонезу при краткосном корне, сохранившуюся по виду или, может быть, как-то заимствованную строке говров роговатое в очень таком устойчивом выражении по двору Грешникова это значит она, так сказать, относится к семье владельцев этого двора Грешникова. Дело в том, что это дороговские однодворцы, которые очень, так сказать, гордятся своим дворянским происхождением, тем, что у них есть дворы уже по 300-400 лет. Вот, и есть такие знатные люди, которые относятся к старинным поселенцам, и менее знатные, которые по двору никто. Вот, мы видим, что в пространственном значении подвору наряду с этим примером подвору зафиксированы тоже. Вот, и тем самым, вот, если учесть, так сказать, всю совокупность данных по западному и южным горам, то хотя бы в остаточном количестве флексии местного подержа тоже есть в контексте флексии местного ноги подержа тоже есть в этих оборах исконное усклонение. Вот, и ну, тем самым получается, что юго-западные говры вообще, говоря, гораздо лучше, чем какие-либо другие из русских говров, сохранили связь вот всех этих концептов именно с местным подержом. Сохранили хорошо флексии, достаточно хорошо сохранили даже при предлоге по, вот, и они одновременно сохранили вот это специфическое западное у, которое, однако, перекочевало в этих говрах из, так сказать, общего у, твердого, естественно, старое и по-видимому. И особенно сохранилось некоторых синтаксических контекстов. но это все немножечко, да, при этом в русском возникли какие-то другие точки притяжения у этого. У западных русских говрах, явно, что оно как-то взаимодействует по-видимому. или поддерживается дателем падежом, но по падеже даже тесняется дателем. А во всех, абсолютно без исключения этих говрах, встречается вот такое специфическое согласование прилагательных местоимений с формами местного с формами с формами вот этих вот разных местных разных локативных падежей. Вот на примере местного падежа, т.е. конструкции таблицы показаны, на примере конструкции с предлогами как себя ведут разные окончания прилагательных местоимений. Есть значит нормальный так сказать исконный алоформ ом, и в очень микроскопическом количестве рядом с ним присутствует ламор датильного ома, но только в безударной разновидности склонения. Затем, если разрешение было. Я закончила. Все? Хорошо. Да, я закончила, да. Последнее я показываю, что то же самое есть и в других падежах, откуда это берется, либо это влияние украинского языка, либо какое-то специфическое развитие этих систем в сторону смешения местного издательства. Спасибо. Спасибо, Александра Валерьевна. Коллеги, вопрос есть только кратенько, а то один из следующих докладчиков рискует опознать на экзамен. Пожалуйста, поднимайте руки. У меня был в чате вопрос по поводу основ на заднеязычные. А почему на заднеязычные вдруг мягкие основы? Ну, они просто присоединяются к окончанию у, также как мягкие основы, в избежание полкализации, перехода на смягчение. Ну, все-таки, мне кажется, их нельзя, ну, то есть, можно объединить по какому-то типологическому принципу, но нельзя их назвать основами мягкой разновидности. Ну, есть окончания мягкой разновидности. Они присоединяются к окончанию мягкой разновидности. Они морфонологически мягкие, ну, фонетически, они в каких-то позициях мягкие, в каких-то твердые, конечно. В системе склонений они ведут себя так же, как мягкие, присоединяя соответствующие окончания. Здравствуйте. Еще вопросы? В смысле, в Говорах именно? Да. Угу. Ну, в Говорах, там, в белорусском литературном языке есть тоже. Просто там, окончание твердой разновидности, пускай там будет платализация в определенных позициях, но там твердая разновидность, окончание, просто не знаю, как диалектно, но это просто очень странно просто их объединять с мягкой разновидностью. Упромные предпозрения это обосновано. Так. Еще вопросы, коллеги? У меня заметили, основанные лярные морфонологически объединяются с мягкими основами. Ну, из того, что здесь речь идет именно о морфонологии, вот, морфонологически это не единство. Заднеязычные и мягкие. И такое происходит вообще на всем западе и украинском и так далее. Ну, в общем, и на русском западе тоже. Ну, потому что они тратят чередование, типа РУЦ, и из-за этого у них присоединяется у, типа на песку местный ПСЦ. ПОДПИСМЕНТЫ Хорошо. Хорошо.